Привет, мои хорошие! Сейчас начинается новый влог, и завтра утром мы уже улетаем, и я просыпаюсь очень-очень рано, поэтому вещи собираюсь с вечера. И как раз-таки я готовлю аптечку для малыша, и вы меня спрашивали, что же я буду брать. Я вам покажу, что я беру в аптечку для малыша. Вот, в принципе, всё, что я беру, и как я рассчитываю, да? Первое. Нос. Мы искупались, я закапываю нос. Чем я закапываю нос? Это аквалор. Кстати, я сейчас лайфхак сделала. Я вообще у нас риностоп, но я не знаю, в самолёте вдруг ещё не пустят его, и поэтому я прям отсюда выжила всё сюда. Вот, беру с собой. Значит, чем высасывать? После этого я... Что я делаю? Деренат. Деренат ты где? Деренат беру. Да, это профилактика, деренат. Вот. Далее всё. То есть для носика вот обычно у нас всё. Если вдруг носик заложен будет, я использую називин. Он уже тут у нас погрызанный сынулий називинчик. Если вдруг болит животик, я использую линокс или спомизан. Сначала спомизан. Если вдруг не помогает, то линокс. Это я тоже беру всё с собой. И такую же аптечку я буду готовить за границу. То есть ничего нового. Если вдруг малыш простыл, анаферон. И ещё я возьму с собой свечи, биферон. И для себя, и для малыша. Ну, их вообще хранить в холодильнике надо свечи. Но, в общем, как-то от кашля я возьму на всякий случай амбробены. На всякий случай. Хотя не знаю, может быть и не брать ещё. Не знаю, подумаю. Мирамистин. Это если вдруг горлышко. Ну, вообще мирамистин от всего его нужно брать. А это что такое? А это я для себя беру молочко. Всё. Для купания малыша, ну, здесь вот у меня всякие одноразовые штучки. Для купания я беру специальные там одноразовые, вот, купания малыша. Вот они. Вот. Вот такая вот аптечка. Ну, естественно, сейчас я возьму памперсы, еду, одежду. В принципе, всё. Соски надо тоже положить. Несколько штук, чтобы не потерялись. И всё, малыша я собрала. Дальше собираю себя. Ну, для себя уже не важно, в принципе, да. Я могу где-то и потерпеть, пока куплю там или ещё что-то. Вот. Так что сейчас я соберу чемодан. Мама завтра утром приезжает, нас провожает, потому что у нас новый аэропорт. И, в общем, уже тогда увидимся завтра. Сахар, ложечка, крошечка. Спасибо. Это на столе. Пожалуйста, приятного аптечка. Спасибо. Восемь утра. Мы едем в аэропорт. А я кофе не попила, потому что мне нужно целый литр молока открывать, чтобы его попить. В общем, мама в машине нас провожает. Я быстро делаю кофе. И едем в новый аэропорт. Доброе утро. Прибыли в аэропорт. Красивый, ничего не скажешь, но неудобный. Мама не может дождаться меня, поэтому она с чемоданом. Смотри, вот видишь машинки, 286, 285. Одна идет на старый автовокзал, другая идет на новый. А к тебе на район ничего не идет, да? А зачем мне на район, если я к тебе на машине приехала? Мне надо будет до старого автовокзала ехать. Потом на машину. Давай, давай, коляску. Бери. Бабуля наша, незаменимая. Аэропорт, да, действительно красивый, но реально неудобный. Вот сейчас пока водитель нам рассказывал, что такси неудобно здесь. Короче, много всяких. Вот раньше было хорошо. Но красиво, красиво. Сейчас внутри еще оценим. Прошли на стойку регистрации. Нас уже зарегистрировали. Первый этаж. Я тут вижу какие-то магазинчики небольшие. Кофейня. Но нам сказали на третий этаж проходить. Там зал ожидания. Вот интересно, мне на третьем этаже там нужно? С мамой можно? Или там уже прям контроль и все. И мы сами должны. Вот этот момент не уточнила. Сейчас проверим. Еще и забыла расчесаться. А расческа в чемодане. А чемодан уже там дала. Вот стойки регистрации. Табло со всеми делами. Какие-то ларечки. Вот. Эскалатор наверх. Ну, очень красиво, конечно. Да. Ну, как бы не сравнится с нашим, который был. Вот. Нам нужен лифт. Вот он лифт. Все пока рядом. Пока все ровно. Все удобно. Пока что. Внутри именно. Да там все наверху. Пойдем, 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 пойдем. Стой, 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 стой. Вышли из лифта. И сразу такая красота. Вообще, гляд. Это как телек такой огромный. Блин, вот такой бы телек домой. Блин, вообще как красиво. Сначала такой дом, потом... Блин, как красиво. Как будто ты там прям. Класс, да? Чувствуете? Мы на море. Класс. Ну и все. Третий этаж. Что здесь? Вам же, наверное, меня хочется видеть, да? Третий этаж. Вон контроль. Все. Контроль проходим. И с мамой прощаемся. Поэтому, если время... Покажи. Вот красиво, да. Красиво, красиво. Ничего не скажешь, да. Но я думаю, наверное, спуститься вниз. Мы же рано приехали. С мамой побыть немножко. Попозже ее отпустить. Сейчас посмотрим по времени. Мы в туалете. Академия расческа была у меня с собой в рюкзаке. Это классно. Туалет здесь очень красивый. Смотрите. Сейчас расчешусь. Сделаю все дела. Выбрали самое красивое место. Классная расческа, да? Кофе заказала пока. Мальчик мой, что там? Мягкий диванчик? У него. Так, мы присели, заказали кофе. Ой, хорошо, что у меня вот это есть. Надо было там вылезть, чтобы с собой взять. Мама Чоли. Вот такой красивый вид. Мы, кстати, какое-то интересное кафе выбрали. С самым красивым видом. Туалет реально очень хороший. По сравнению с тем, что там было, да? В старом аэропорту. Вы помнишь? Там вообще, чёрт-то, что на корточках надо было сидеть, да, по-моему? Насколько я помню. Там очень старый аэропорт. Ну да. Вот. А здесь, короче, всё хорошо. Потом в конце ощущения полностью скажу, пока всё ровно. У меня вообще ничего так не напрягает. Очень красиво, чисто, всё клёво. Но то, что мы доехали там, ну, так бы 100 рублей мне, 150 до аэропорта бы от моего дома, да? Ну, а тут 650 я заплатила. На 500 рублей больше. Ну, как бы это нормально, до аэропорта обычно так. Ну, как бы вообще никаких таких прям условий плохих я не почувствовала. Мы прошли контроль. Сразу вижу дьюти-шоп какой-то. Ну, это не дьюти-фри, наверное. Хотя дьюти-шоп может типа дьюти-фри. Ну, там очки. Короче, в этот раз хлебная лавка. Как и в том аэропорту было хорошее. Нравится мне это местечко. Так, сейчас я найду свой выход, и он может пусоваться рядышком тут. Выход 14, он совсем здесь рядом. Прямо сразу вышло, и видно. Вот, небольшой аэропорт. И единственное, что я заметила, знаете что? Что у меня вообще я заказывала место себе 6А. А сейчас у меня на посадочном 26А. Что-то я не поняла, я и не посмотрела. Я сейчас только посмотрела. Ну, вроде 6А было, не 26А. Я проверяла, по-моему. Хрен его знает, что за фигня. Посмотрим. Я не люблю просто далеко идти с ребенком в самолете. Поэтому поближе заказала. А 26А это далеко будет. Единственное недоразумение пока. Я думаю, что это такое? Вот такая большая круглая штука. Увидела, что туда зашла девушка. Я думаю, да-да, надо зайти. А там... Снова этот телек. По кругу. Так красиво. Кайф. Зашла в дьюти-шоп и увидела, что в Polaroid, оказывается, есть прикольные модельки. Круглые, смотрите. Мне нравится. Вообще классные. Блин, они такие легенькие, на самом деле. Очень круто. Идут мне интересно? Сейчас я в Instagram сделаю вопрос. Я смотрю, что здесь такая штука, где мы можем пройти и даже не раздеваться в самолет. Наш выход вот здесь. Я думаю, что у нас то же самое будет, что подъедет сюда прям. Это будет вообще очень круто. Только что нам сообщили, что наш рейс задерживается из-за позднего прибытия самолета. Ну, хорошо, не из-за погоды. Как мама и знала, и чувствовала. Ну, не сильно задерживается у нас 11.15, типа на 12. Кусуем, что делать. Рапорту очень-очень жарко. Мы разделись, ляг делись. Я заказала Оливье, и вот так красиво подали вообще. Какой-то бар. Пап. Кое, что порадовало нас в аэропорту, это детская комната. И у нас тут друг уже появился. Уже второй. Детская прикольная, очень много всего интересного. Здесь абсолютно бесплатная. Детям, короче, весело. Здесь и мягкие всякие штуки, и вертелки. Ой, еще пришла девочка к нам. Ой, мальчик. Одни мальчики, а я, что-то, девочек только вижу вокруг. По Фрейду, наверное, жду это, девочку. Жду девочку. Мы уже в самолете. Здесь так мало места. Так заигрались с малым, что я смотрю, что-то вот случайно дернуло меня. Думаю, посмотрю. Смотрю, уже посадка начала. Как бы и пропустили самолет. День. 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 Что, надо достать тебя? Солнышко за окном. Смотрите, нам что-то принесли. Покажи, День. Что же там внутри? Надо открыть, посмотри, да? Давай, открою. Нашла место. Давайте откроем. Как-то замечательно. Так. Здесь у нас Домино Зоопарк. Давай посмотрим. Какие-то карточки. Много карточек в Домино. Классно. Сейчас ты только порвешь и разбросаешь. Мы это сейчас слушаем. Здесь настольная игра какая-то. И еще у нас тут оригами. Оригами это, наверное, что-то делать ручками с вами, да? С бумаги. А, здесь цветные и красные. И белые. А, нет, только красные. Что, а, нет, у тебя есть как-то делать. Ой, да. Лисичку можно сложить. Лисичку можно сложить. Так приятно. А, все твое. Все твое. Настолько пацан устал, что пока я заказываю таксет, просто сидя вот так уснул. Сайка, мой. Че, че, проснулись, блин, в 7 утра, в 7.30. Но уже 3 часа дня. Конечно, его вырубила. Короче, перелет отлично прошел. И вот, что значит кофе классное. Вот в Шереметьево Коста есть. Вот здесь Макдональдс я беру, но там кофе, кофе обычный, короче. Как-то ничего особенного. А вот, бывает, берешь кофе, прям кайф. Прям мягкий. Еще ореховый сироп взяла. Вообще наслаждение. Вот. Че еще, че еще. Настроение хорошее. Я не знаю, может быть, это то, что я с утра встала. Но очень круто. Встала с утра. Поехали спокойно. Пью кофе. Поела оливьешку. Как-то малой не напрягает. Все прыгает, бесится. Вообще не капризничает. Ну, сейчас такси даже ждем. И даже вот от того, что утро так началось, хорошо вообще не напрягает. Снег идет в Москве. За окном. Если видно, что снег идет. Вот. Ну, а я сижу, попью кофе и кидаю в инсту всякие видюшки. Кстати, очень классно. В аэропорту у нас в Платове детская комната. Очень классно. Мне понравилось. Ну, не прям, чтобы прям вау-вау. Но она такая маленькая, уютная. Мягкая вся. То есть для самых маленьких тоже пойдет. Мы приехали. Нас встретили. В Москве сугробы у вас. Просто охренеть. Не подъехать к подъезду вообще не вариант. Так что я с коляской, с чемоданом. По горам. Кто здесь? Марко! Привет, скажи всем. Всем привет. Ты тоже, ты как Денька, да, потрогать? Денька, смотри. Короче, два пацана бегают, играют. Все. Тут Валя. Короче, бегают. Бегают, носятся. Что это? Кудрявый. Кудрявый пацан. Кудрявый мальчик. Привет. Привет, Кудрявый. Вот так. Он уже понимает, что... Аккуратно. Аккуратно. Марковля, аккуратно. Ты крутишься? У тебя каруселька. Кривлячь. Гримаслечий. Гримаслечий, да. Это не кнопочка. Это не кнопочка. Скажи привет. Маши всем. Говорю привет. Привет. Скажешь привет? Нет, сюда нельзя нажимать. Где-нибудь надо позанимать? Где-нибудь надо понажимать? На все кнопочки надо позанимать? Обиделся что ли? Марко. Ну, ничего. Что, обиделся что ли? Он хочет поиграть. Это не для игры. Ты что, обиделся? Привет, мои хорошие. Мы у моей Любашки в гостях. Сейчас здесь немного побудем. На улице просто невероятная жесть. Такие сугробы в Москве. Мама переживает. Как вы там ездите по делам? Потому что сейчас с Москвы циклон идет на Питер. Вот на Остях передавали. Кто мальчик? Мальчик! Вот. И сугробы невероятные. Прям даже с окна сейчас я вам покажу. Тут вид такой классный. Все заснежено, конечно. Ну, вот видите, там машины убирают. Я прям вижу огромные сугробы. И вот эти машины вот. Чего такое-то? Иди поздоровайся. Иди поздоровайся. Скажи привет, девочки. Привет, крохи. Скажи привет, крошки. Мы тут в гостях. На какой-то период пока поснимаю, пока могу, да. Потом, когда буду с любимым, уже, конечно же, я не буду брать гаджеты, ничего. Чего, мы проснулись рано утром, потому что Маркуша встает рано-рано. 7-8 утра. Ну, и мы тоже так рано встали. Вот, цена уже скотчет. Пашу поел, то есть. А я еще в магазин хотела с ним пойти. Вот. Так что, все хорошо у нас. Все замечательно. Мы вас любим. Песню мне уже, кстати, новую скинули, которую я написала для вас. И я хочу под нее сразу клипчик сделать прикольный такой. Я, конечно, в голове своей, вот как думаете, я в голове своей держу офигенные просто клипы. Они такие классные, но приходит время воплощать все это. На самом деле, это очень сложно и затратно. Но по приезду в Ростов я хочу найти студию. Вот. Короче, я хочу что-то придумать. Ну, посмотрим, как будет у нас со временем и с возможностями. Вот. Так я очень стараюсь. Песенка простая. И тут главное, как бы, клипчик прикольный. Ладно. Все. Пока мы дома. Ничего особенного не происходит. Что-то будет происходить. Я засниму для вас. Дэнни. Что делает Дэнни? Любимую игрушку свою нашел? Не играет? Ну, ты так понажимай просто кнопочки. Ой, пошел, тащил, падает. Сколько игрушек у Маркуса, да? Морь. Целый детский сал. Мы в очередном заведении, очередной кофе. Я уже в сторис сказала, что я так посчитала, уже полторы тысячи. Короче, полторы тысячи я уже убила на кофе. Но кофе я очень люблю, и поэтому мне не жалко денег. Потому что оно мне поднимает настроение и задает мой день. И вечер, и ночь, если уж надо. Привет, мои крошки. Мы провели выходные с моим любимым. Почему говорю? Потому что в прошлый раз было так много вопросов. Еще когда мне комменты были открыты, на ютубе очень много было вопросов. Что-то мы не поняли, куда-то ездила, куда вернулась. Получилось, что я съездила к его родственникам. И все, и следующие мои я уже, опа, приезжаю. И я подумала, что, наверное, что вы не поняли, что выпало несколько дней, которые мы проводили вместе. Я не снимала, так как я говорю, что я не снимаю с ним. И полностью провожу время со своим любимым. Мы уже отправляемся сегодня домой. Вот. Так что, ну вот. Кстати, давно не брала помаду свою от NYX. Она такая у меня, знаете, гигиеническая. Ну, что-то она так прикольно делает губы. Вот. Настроение шикарное, классное. Я вообще счастлива. Малышня только проснулась, смотрит мультики. На улице снежок. Настроение классное. Пью кофе, ем суши. Все супер-пупер. Скоро 14 февраля. Ждем подарочки от наших любимых. Вот. И что еще? Ну, включусь. В общем, включусь, когда будем в аэропорту уже. Соскучилась за вами. Крошки мои добрые. Мы в аэропорту. И, короче, так хорошо начинался день. Казалось бы. Я осознала сейчас один момент. Помните штуку, которую я покупала на свою коляску, чтобы кофе туда ставить? Только что я поняла, что ее нету. Она немного не очень хорошо держится, когда ее, ну, как бы, она сверху так насаживается и все. Ее сверху снимаешь. То есть она не закрепляется как-то так, чтобы не слетать. В итоге она, наверное, где-то в такси, я думаю, осталась. Все, у меня одна вот эта хернюшка. Вот она. Получается тут и все. А сам стакан у какого-то таксиста. Это очень печально, потому что она, ну, как бы, не совсем дешевая. Не помню. А может, совсем дешевая. 250 или 400. 250, наверное. Надо глянуть. И, короче говоря, так я ее и любила. В общем, мы покушали сейчас. Вот, нам счет принесли. А сколько тут? Сейчас мы будем искать комнату детскую. Ой, еще рано. У нас еще много времени до вылета, и, в общем, будем встать детскую комнату. Вы не представляете, какое сейчас счастье, потому что случайно я увидела рекламу Victoria's Secret, что она открылась. А я в Москве так хотела в нее заглянуть и не успела. Она тут, наверное, маленькая. Такая небольшая. Ну, я с удовольствием здесь похожу. Когда только приехала в аэропорт, заслала в мою любимую кофеманию. Если помните, в прошлый раз, по-моему, в прошлый раз я брала Сингапур. В кофемании, да. И сейчас зашла, а у них не было, я так расстроилась, говорю, только из-за него к вам пришла. Не знаю, ну, сироп я объяснила, девушка, там, карамель сливочная с лимонником вперемешку. И дает такой невероятный, ни на что не похожий вкус. Мне очень нравится. Короче, нужно будет мне купить сливочную карамель. А, вот, так не было, да. И пока мы тут гоняли, ходили, и уже перед вылетом осталось совсем чуть-чуть. И она говорит, привезли карамель и сделали мне вот маленький, чтобы я его допила. Так что, если вы еще не пробовали с Сингапур, то попробуйте. Ну, это в кофемании только, они сами его готовят. Так что. А что, пацан делает? Пацан издевается над мамой сегодня целый день. Бегает, как сумасшедший, да, по аэропорту. Мама его догоняет. Все боится, что он ударится. Стыдно тебе, да? Мне тебя мало, смотри. Нас разделяют на две половины. Пересекая мосты. Пусть разрывает от счастья лавины. Мне тебя мало, всегда, распространяя по свету рефиры. Вместе мы будем, когда соединятся все жизни. Короче, крошки. Я не знаю, что там за влог получится. Что я беру камеру, что-то снимаю, что-то говорю. В итоге, вот мне кажется, что там что-то вот такое, вот такое, да? Ну, вы уже, наверное, посмотрели влог, да? Это уже заключительные мои слова. Мы приехали домой. И дело в том, что я не пришла домой и сразу, знаете, такая расслабилась, да? Нет. Я заехала домой. Не успела зайти домой, как надо было расчищать снег. Тут все замело. Дэнни капризничает. На улице стоять со мной холодно. В комнате сам стоять не хочет. В квартире без меня. Я тут этой лопатой махаю. Машина заледенела. В Ростове погода хуже, чем в Москве. В Москве солнышко, ясно. А здесь вьюга какая-то. Метель. Мерзкая погодище. Вообще ужас. Хочу завтра целый день быть дома. И буду заканчивать влог. Сейчас я пойду вам его монтировать, чтобы вы утречком его посмотрели. Во вторник утречком вы его посмотрите. А сейчас понедельник. Вечерочек. И я вам его снимаю. Вот. И что еще? А, я схватила малыша, покормила его, оставила в сумке. Поехала по делам, потому что уже накопились дела. Заехала к маме. Мама надала целую сумку продуктов. Потом мы вместе заехали в магазин. Я накупила целую сумку продуктов. В общем, по дороге поделала дела. Денька за бабушкой соскучился жутко вообще. Как начал там весь плясать, целовать, прыгать на них. Вот. И пока мы ехали домой, он в машине уснул уже 8 часов. У нас, кстати, график поменялся. Пока мы были с папой, он вставал в 8 часов утра. Сына будил нас. И мы с 8 часов уже не спали. Потом я его укладывала часов в 12. Да, спал там. Ну, в 12 в час спал. Ну, как бы вот. Все. Вот сейчас он в 8 вечера, он у меня спит. Потому что сегодня тоже он. Пока мы летели, я его уложила. И он 2 часа поспал. У меня в 13.30. У нас был вылет. В общем, по полчетвертого проснулся. В 2 где-то уснул. По полчетвертого проснулся. В полтора часа поспал. В общем, время провели хорошо. Погода была классная. Как всегда. Девчонки, вы знаете, кто зажрался, знаете, вот делай. Вот у меня такой. Вот, наверное, такое у меня такое. Ну, нет. Не у меня такое. Короче, я знаю, что есть такие девчонки еще. Вот знаете, сижу я дома, да. Вот надоело. Что-то хочется перемен, куда-то съездить. Вот стоит просто взять малого, да. И просто съездить. У нас в итоге случилось так, что мы вот поехали, да. Вот как бы я не проводила время с подругой. Ее у меня было. Она у меня уехала. Отдыхает за границей. И в итоге я с ней не проводила время. То есть поменяла билеты все. То есть чисто к папе и обратно домой. И, честно говоря, я так устала. Еще туда налегке, потому что едешь, соскучились, устали перемены. А обратно всегда так тяжело. Не знаю, почему. Я уже из последних ног просто валюсь. Я так хочу лечь. Но я знаю, что вы ждете завтра видео, влог. И я не могу. Поэтому я сначала смонтирую его. Потом прилягу. Посмотрю Дом 2. Отключу свой мозг. Кстати, я начала смотреть Бестыжих. Восьмой сезон. Новый появился. Я обожаю Бестыжих. Уже пятую серию смотрю. Кайфую, смеюсь. Все-таки они клевые. Что еще? Что еще? Короче, классно провели время. Все супер-пупер. Скоро будет видео. Мои приобретения последние. Бьюти-боксик мне новый пришел. Что еще? У нас, кстати, видео есть. Мы с Кристинкой там прикалывались. Какие словечки обсуждали. Все никак смонтировать не могу. Надо вам смонтировать его. Что еще? А про видео про отношения. Получила кучу ваших писем. Благодарности. Я очень рада. Подкидывайте мне идеи. Какие-то такие широкого формата. Например, как сохранить свежесть в отношениях. Такой широкий формат. Есть о чем рассказать. И если будут какие-то идеи такие, вот прям, да, развернуть можно было бы тему. Я с удовольствием. Такие вот. И вообще, вот, есть у меня, есть у меня желание написать книгу, потому что в последнее время уже ночей не сплю. Сейчас поболтаю с вами, да. Прямые эфиры не веду, не вела. То есть, пока в отъезде была. Поболтать хочется. Это. Вот все думаю о книге. Не знаю, как что, но уже, уже давненько я думаю о книге. Именно вот собрать туда вот, вот, весь свой опыт. Вот так вот могу сказать. Весь свой опыт. И вот поделиться чем-то таким, что в моей жизни реально сработало. Потому что, ну, почему об этом говорю? Это не просто так, знаете, о, порешила. Я к этому шла всю свою жизнь. Я всю свою жизнь шла к тому, чтобы чувствовать то, что я чувствую сейчас. Какое-то счастье, удовлетворение своей жизни, ясность в голове, контролировать более-менее свою жизнь, да. Ну, не знаю. Вот. Я просто вижу, что много девочек обращаются с всякими разными проблемами. И я вижу девчонок, у которой тоже вот пытаются в жизни как-то. И что-то не получается. И в принципе, я даже со стороны бывает вижу, что именно не получается. Всё это, конечно, большая работа, и люди должны сами к этому приходить. И мне хочется вот создать что-то такое, потому что ролики, это ролики, я могу там снять что-то, рассказать там, да, по одной теме, по другой. А хочется вот именно всё в скопе сказать, чтобы вот когда кто-то обращался, человек, я бы ему, конечно, могла бы дать, да, и совет, там, и какие-то напутствия конкретно по ситуации, да. Но вот так, чтобы вот я выложила всю свою душу, какие-то свои знания, какую-то свою мудрость, небольшую, но есть, мне есть чем поделиться. И мне хочется это создать, просто чтобы оно было, чтобы это могло найти своих людей. Пусть их будет немного, но ради одного человека даже стоит это сделать. Я даже хочу это сделать для себя, потому что бывает, что я свои ролики про отношения, что-то, да, я пересматриваю, я пересматриваю, переслушиваю, перечитываю какие-то там, бывают вещи, которые у меня записаны, и сама себе что-то освежаю, и каждый раз я говорю точно, точно, точно. Я сама себя могу даже вдохновлять с какими-то вещами. Вот. Короче, хочется создать, я думаю над этим, но, в общем, пока я над этим думаю, вы это, пишите мне идеи свои, инстаграм мой для вас открыт. Кто еще там, никого еще там нет, приходите, и я думаю, что на днях я сделаю конкурс. Да, надо конкурс сделать для вас в инстаграм. Так что, ждите. Все, я с вами прощаюсь, я вас люблю, на 7 минут наболтала, соскучилась безумно, будут прямые эфиры скоро в инстаграме, может быть, даже сегодня. И все, я вас люблю, увидимся. Очень сильно скучала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok